МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из года в год количество гражданских браков не уменьшается, а только увеличивается. Гражданский брак на наших глазах из тщательно скрываемого позора превратился в норму. А имеет ли эта проблема острый социальный характер? Здравствуйте, вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и мы его ведущие Роман Полинсков и я, Виктория Новикова. И сегодня мы будем говорить о так называемых гражданских браках. Конечно, это все-таки больше разговорное слово, его заменяет словом «сожительство», которое еще как-то страшнее. Поэтому мы будем говорить гражданский брак, ну или просто, что живут люди вместе. И хочу представить нашу молодую пару. Это Лисанн Мубарак-Зянова и Сергей Лазарев. Здравствуйте. Ребята, здравствуйте. Ну, расскажите и поделитесь своим опытом, вообще давно ли вы живете вместе? Живем достаточно давно, уже, наверное, пошел третий год, как мы совместно снимаем пока квартиру и продолжаем пока совместно жить. Вообще, кто был инициатором вашей паре начать вместе жить? Дикан КФУ. Нас выселили с общаги, вот, это был июнь месяц, лил дождь, мы нас выселили в общаге, и нам пришлось снимать квартиру, поэтому мы и стали жить вместе. Вы благодарны ему за этот поступок? Ты благодарен? Наверное, да, конечно. Наверное, да? На самом деле, да, сложилась такая ситуация, что надо было действительно решать вопрос быстро, где жить и как, и скорее, наверное, вот, сожительство подтолкнуло наши отношения. То есть это не было таким тщательно спланированным шагом, а надо было срочно вот выбирать какое-то решение, поэтому вот мы стали жить вместе. Но вы были пары уже? Да, конечно. Когда начали жить вместе? Были пары, но... Вас из-за этого выселили из общежития? Нет, мы заканчивали третий курс, а на четвертый вот приходилось как раз-таки снимать квартиру. Всех выселяют на третий курс. Рилета, а вы себя считаете жертвой обстоятельств, или вы все-таки влюбленная пара? Мы влюбленная пара, просто сказали, почему мы начали жить вместе, мы сказали. Правда. Нет, это никак мы не жертва обстоятельств. Нет, вовсе нет. Но мне кажется, невлюбленным людям сложно жить вместе. Ну, смотрите, уже такой как бы срок, да, 3 года, если вы живете вместе. Вообще, что изменилось в ваших отношениях? Есть ли какие-то изменения? Вы лучше, в худшую сторону? Как вообще быт? И то, что вы постоянно вместе все равно, да, то есть вы даже учитесь вместе, насколько я знаю, вместе живете. Как это повлияло на ваши отношения? Я потолстела. Сережа тоже потолстела. Сергей начал лучше есть, потому что я начала вкусно готовить. Но я и раньше готовила. Сережа раньше себе сам готовил, чтобы было не очень вкусно. Поэтому я начала готовить себе. Он начал есть, я начала тоже есть. Мы начали есть. Как бы до этого мы, конечно, тоже ели. Ну и вообще, приятные привычки. Допустим, Сережа очень хорошо знает историю. Он начал их, как правильно сказать? Рассказывать, делиться. Рассказывать, да. Рассказывать, делиться. Я занимаюсь... Это бартер только получается. Что? Это бартер только получается. То, что ты меня кормишь, я тебе историю рассказываю во время еды. Ну, я скорее просто вожу по делам на машине для сан, когда ей нужна какая-то помощь. Наверное, это вот это бартер. Нет, да. Это как бы, это клево. Мне очень комфортно. Когда соседками жила, все равно есть какие-то некомфортности. Хочешь думать, когда уже быстрее соседка уйдет, чтобы одной по квартире голой походить. А ты вообще нормально, Сережа может ходить. На самом деле, сожительство вместе, это сложно, одним словом. Потому что есть устоявшиеся в течение всей жизни привычки, которые сталкиваются. Из-за этого приходится уступать где-то. А сами отношения, они достаточно противоречивые. Иногда могут быть. Потому что кто-то сказал, что в отношениях всегда один думает, что терпит другого. А на самом деле, оба считают, что они терпят другого. Поэтому вот одно большое необходимое условие для совместного сожительства это терпение. Огромное терпение. Вот это, наверное, ключ к успеху главному. А вы считаете себя уже семьей? Семьей? Сложный вопрос. Об этом задумываемся. Что для вас семья? Семья это уже наличие детей? Или вы уже, быть может, сейчас себя считаете таковой? Наверное, я не считаю, что мы семья в том полном значении. Мы долго устоявшаяся твердая пара, которая в перспективе может стать семьей. Семья все-таки это нечто большее. Семья это уже законные отношения, прежде всего. И это дети, конечно. Но вы в перспективе хотите зарегистрировать официально свои отношения? И почему вы не сделали для этого до сих пор? Что мешает? Здесь торопиться нельзя. Я это читаю. Вы уже живете вместе, вы говорите, что вы любите друг друга. Во-первых, должен быть определенный финансовый статус. Я не хочу играть в свадьбу, чтобы копить на нее три года в каком-то... Можно говорить слово гашеный? Гашеном кафе с ужасным ведущим. Кстати, я тоже ведущая. 8905011122. Но мне не хочется этого. Зачем? Должна быть постоянная работа. И у меня, и у Сергея. Чтобы сыграть хорошую свадьбу, если мы хотим ее делать. В том плане играть такую шикарную свадьбу или только в своем кругу. Вот. И я считаю, что если для вступления в брак, что уже для вступления в законный брак, как я сказала, должен быть финансовый статус, чтобы можно было уже содержать будущих детей и тому подобное. А так мы еще с кошкой еле-еле справляемся. Знаете, сколько она берет? Лисан, вообще для тебя важен штамп в паспорте? Ну, так. Ну, вообще важен, конечно, но сейчас мне это не надо. Ну, по идее, в принципе, вы конкретно планируете, когда вы хотите узаконить ваши отношения? Нет. Конкретно нет. Ну, задумывались ли мы об этом? Наверное, да, но не приняли это как какую-то ближайшую цель или перспективу, скажем так. Поживем, увидим, посмотрим, но торопиться я не собираюсь в любом случае. Ну, лично для меня, как мужчина, наверное, семья, это еще одна, наверное, очень важнейшая задача и забота, которая вот ложится на меня, и я хочу подойти к ней финансово обеспеченным и, прежде всего, я должен быть, наверное, взрослым в плане вот мыслей. То есть, не стоит торопиться, это огромная ответственность. Очень правильно вы рассуждаете, но можно вопрос вам задать? Вы, у вас какие родители? Родители вместе долгие годы? Да, мои родители уже больше 25 лет живут вместе. Для вас родители пример, да, живой пример? Да, у меня, например, еще и старшая сестра, они с мужем встречаются уже больше 9 лет, из них они около 3 прожили в гражданском браке, потом поженились, вот 4 года, они живут уже как муж и жена. То есть, вместе они 9 лет, у них есть маленькая дочь, и у них очень крепкая шливая семья, на самом деле. А у вас? А у вас? Лейсан. Лейсан. У меня тоже, моя семья уже живет вместе, хотя вот вчера, позавчера было 23, а мне 22, значит, 23 года. Ну, ваши родители поддерживают, что вы живете вместе без официального брака? Мои родители, вообще, достаточно либерально, они считают, что это дело твое. Ну, то есть, они вот в плане личных отношений никогда не пытались мне что-то навязать. То есть, допустим, в плане учебы, в плане работы, возможно, но в плане личной жизни нет. Хорошо, смотрите, вы хотели бы, чтобы ваши дети жили вот, как бы, ну, незаконно, браке, так скажем? Нет, я ни в коем случае не хотел бы этого. Ну, на ребенка не должны ложиться какие-то взрослые проблемы. Нет, нет, я имею в виду, что вот ваши же дети вот точно так же бы, ой, там, три года, поживем-ка вместе, а там время покажет. Хотели бы? Нет. Нет? А почему сами тогда так живете все-таки? Ну, вот дочка у тебя вырастет? Куда пошла? Ну-ка, приводи, знакомиться, все, свадьбу играем, потом будете жить вместе. это если не в 15 лет только ее будет, если мы будем взрослее, тогда ладно, делай ее. То есть, не все равно, вот сложно, да? Ой, вот дети, я еще подумаю, а сам, наверное, ну и ладно, поживу, да? Ну, наверное, да, в каком-то смысле, да. Ну, ладно, ни в коем случае не хотим, чтобы там ваше как-то отношение повлияли, или что-то в них изменилось после нашей программы. Ну, немножко расскажите нам о плюсах и минусах вашей совместной жизни. Давайте начнем с плохого, потом хорошие. Вот о минусах. Он берет мои маски для лица. Шампуни я покупаю для себя, выбираю хорошие, дорогие, а он не знает вообще меры, и поэтому тоже сам берет их на себя. Мои масочки, мои шампуни, и не закрывает их, вот это да, проблема. В остальном, да, какой еще минус? Я даже не знаю. В принципе, все. Вот это для меня минус. А суду там, может, не моет, я не знаю. Носки раскидывает. Вот вообще быт. Насколько быт для тебя, Александр, как для девушки? Терпишь, не терпишь, пытаешься бороться? Я не... Как сказать? Вот вы смотрели «Отчаянная домохозяйка»? Вот, если кто смотрел, вот там есть «Бри Ван Де Камп». Вот я не «Бри Ван Де Камп», то есть это такая не суперчистюля, у которой все аккуратно, все разложено, у которой ходят так с каменным лицом. Как бы я не такая. У меня тоже может быть, как я человек творческий, где-то творческий беспорядок, поэтому я не сильно Сережу пилю за это. Но основу мы находимся. Это свой беспорядок? А как вы обязанности распределяете вот между вами? Как домашние обязанности распределены? Сергей участвует? Я готовлю Сережу в посуду. Ну, по-разному. Либо, если я вижу, что он устал, я сама помою посуду, сама уберусь. У него приезда обычно все готово, все убрано. Можно сказать, вот из вас, кто главный? Ну, пусть скажем, в семье. Мне хочется верить, что вы можете в семье в будущем. Кто из вас главный? Ну, для меня главный Сергей. Детям Сергей? Да! А у кого деньги? А у кого пульт от телевизора? Он не смотрит телевизор. А у кого деньги? Кто казначей главный в семье? Ну, наверное, какие-то, опять-таки, из-за того, что мы оба студенты, пока не поднимается вопрос больших денег, а деньги, ну, скорее, совместно на что-то важное они копятся и ставятся на путешествия и так далее. В чьем кошельке лежат деньги? У каждого свое. У каждого свое. Какой-то общей суммы у нас нет. У меня все вопросы плюсы и минусы от Лисан мы услышали, от тебя, Сергей. Какие плюсы, какие минусы в сожительстве вместе с Лисан? Ну, минусов с кошкой. Надеюсь, она нас посмотрит, извиняюсь, извини, пожалуйста. Ну, кошка любит больше Лисан, конечно, на моем уме. Но минусов гигантских нет, разве только, что когда я хочу посмотреть футбол, Лисан хочет посмотреть ТНТ, и вот это единственный минус. Но, да нет, минусов нет, наверное, больших. Наоборот, комфортно, когда вот живешь человеком, который тебя понимает, поддерживает и не придирает, самое главное. Давай, теперь плюс. Это был частично плюс. А как вы допускаете измену друг к другу? Как вы относитесь, если Сергей Лисан, как ты относишься, если Сергей может сделать комплимент другой девушке? Или там, провести время с ней? Вот это поворот. Бывает? Такое бывает? Или наоборот? Ну, бывает, что он видится с подругами и это нормально. Но это потом уже через два часа ссор, я говорю, ну ладно, это нормально. Это, в принципе, что здесь такое? Да, это нормально. Ну, я такая, конечно, я ревную, но, как бы, Сереже ясно дала понять, что я, чтобы я ему доверяла и что он не способен на измену. Это и там девчонки такие, знаете, так себе. Правильно, молодцы. а ты, Ирина, вообще позволишь себе общаться с другими парнями? Видеться своими бывшими, может быть? Так как я, так как я являюсь часто в стендап тусовках различных в Казани, у нас в основном все мальчики. В основном у нас одна, я и одна девочка. Поэтому Сергей к этому нормально относится, что я общаюсь с парнями и на некоторых тусовках он даже бывает со мной, когда у него есть время и есть желание. Но это не потому, что я слежу за тобой. Ребят, ну и все равно интересный вопрос. Вы устаете друг от друга, что вы так много времени проводите вместе? Ну, конечно, да, устаем. Периодически надо делать небольшую паузу, в этом мне помогают мои поездки, например, куда-то. А Лисан, ну тоже, например, поездка к родственникам или поездка за границу. Например, недавно Лисан ездил на неделю в Грузию, путешествовал, и, вернувшись, тоже какие-то появились новые эмоции в отношениях, и, наверное, необходимо иногда бывать небольшая передышка друг от друга, чтобы, например, хотя бы просто соскучиться. А тебе как, Лисан? Ну, мне не надоедает, но когда Сергей уезжает, допустим, к родителям, а я по работе не могу поехать с ним, он приезжает через пять дней, через неделю, там мы очень сильно по друг другу скучаем, и, ну, это не знаю, это прикольно. Поэтому, на самом деле, я тоже считаю и согласен с Сергеем, что такой небольшой отдых, три-четыре дня, возможно, недели, или поездки, когда Сергей уезжает по городам, так как полет за ЦСКА, и ездить на выезды, приезжает, это как-то освежает отношения. Это клево. Есть ли какие-то секреты в вашей совместной жизни, что действительно позволяет вам так долго, я считаю, что это долго для наших времен, да, три года вместе прожить и сохранить трепетные отношения друг к другу. Вот есть ли какие-то такие небольшие секретики? У нас есть кошка. Я считаю, что она просто волшебная. И мы с Сергеем сложно найти человека, с которым ты можешь поймать одну волну. Вот у нас с Сергеем есть одна волна, допустим, мы любим сочинять песни про нашу кошку, которая зовут Кишка, ну, и делаем вид, что она нам поет. Это очень весело, и всякие истории мы про нее сочиняем, и рассказываем друг другу, и вот эта какая-то, может быть, неадекватность, вот эта наша волна, она очень объединяет нас. Ну, наверное, главный секрет, это просто должно быть интересно с человеком. Если неинтересно, тогда очень сложно ужиться. Да. А какие-то, там, секретные информации, наверное, нет. Ну, если есть вопросы в студии, у наших участников, в нашей дискуссии, вот, очень было бы интересно к нашим героям. Ребят, скажите, это отношения вот ваши совместные, это первый ваш опыт таких серьезных отношений? Ну, у меня, наверное, да, это первый серьезный опыт. Вот я так долго встречался с девушкой, даже живу совместно. Ну, у меня был парень, мы с ним расстречались полтора года, это была первая юношеская любовь, наверное, она была у всех. Не скажу, что это было очень серьезно, ведь мы расстались. Вот, но это было. Ваш вопрос, да, это было. Был парень. Сергей, если завтра вы встретите другую девушку и скажете, ах, такое может случиться с вами? Ну, все может быть, я не могу говорить нет. Но я не такой человек по натуре, который вот бросит все и будет бегать, ну, не знаю, я чувствую какую-то свою ответственность за совместные отношения, поэтому, наверное, даже встретив какую-то красивую девушку, которая будет мне интересна, я все-таки вспомнил, что я кому-то что-то должен. Не могу быть таким безответственным, чтобы просто убежать сразу же. Можно вопрос? А все-таки вот вы живете вместе уже давно, и есть же все-таки моменты, стычки, так называемые, периодически, они же у всех появляются, будь то пара, не пара, просто там друзья, там, неделю там пожили в комнате, ладно? Все равно есть стычки, вот какие у вас стычки бывают? Ну, стычки бывают просто, опять-таки, здесь, когда живешь все время вместе, проводишь время вместе, иногда просто другу можно надоедать, из-за этого происходит стычки, когда вот, ну, просто человек может немного раздражать из-за этого, из-за этого происходят стычки, ну, и иногда на бытовой почве. И я хотел бы представить наших экспертов, это Ксения Андреевна Владимирова, член общественной молодежной палаты при Государственном Совете Республики Татарстан, и Вера Васильевна Потапова, это начальник отдела управления ЗАГС по Приволженскому району. Вам добрый день. Здравствуйте. Первый вопрос вам, чем грозят гражданские браки, как с ними бороться? Вот сейчас начнем задавать вопросы вам, наших товарищей завалили, теперь ваша очередь. Ну, вы знаете, и все правильно, что в самом начале вы все-таки обозначили, что гражданский брак согласно законодательству это все-таки брак, который зарегистрирован в официальном органе. То, о чем мы говорим сегодня, это всего лишь сожительство. Вы знаете, ничем они, опять же, это только мое мнение, ничем они не опасны и какого-то положительного они несут. Ведь сегодня мы с вами говорим о том, что статистика разводов, она, если в нашей республике она меньше, чем в соседних регионах, то если нам брать срез по стране, это порядка 70% в отдельных регионах в стране могут доходить браки, которые распадаются первые 3-5 лет брака в совместной жизни. Здесь нужно говорить, понимаете, намного глубже. То есть, почему люди сначала, да, как уже сказали наши герои хотят красивую свадьбу, берут на это кредиты, потом они начинают совместно жить и вот здесь сталкиваются с бытовыми вопросами. Сегодня мы с нашими героями уже говорили о том, что, в принципе, сейчас они уже все бытовые вопросы, в то время, пока они живут вместе без официального брака, они уже пережили. Поэтому я думаю, что если сейчас наши герои захотят зарегистрируют свои отношения, у них уже вот этот этап, он будет позади и они будут спокойно и счастливо жить дальше. И здесь дальше мы можем говорить только о том, что есть и религиозный фактор в мусульманских семьях, в христианских семьях, это есть воспитание, на что настаивают родители. Поэтому это очень долгая тема и здесь можно очень долго об этом говорить. Ксения Андреевна, как вы считаете, вот если все-таки люди решили вместе пожить, то как долго это должно продолжаться? То есть как скоро это должно перейти действительно в настоящую семью? Ну, знаете, я думаю, здесь какой-то одной формулы нет. Для двух людей это у каждого своя теория. Например, моя бабушка с дедушкой официально поженились спустя три месяца после знакомства. Мои родители спустя два года после знакомства. И сказать, что есть какая-то одна единая формула. У кого-то любовь с первого взгляда, и они готовы хоть завтра идти в ЗАГС и развестись через год. У кого-то завтра идти в ЗАГС и прожить всю жизнь вместе. Поэтому это зависит только от двух людей. Ксения Андреевна, насколько все равно молодежь относится осознанно к тому вопросу, чтобы пожить вместе? Как вы считаете? То есть они действительно это обдумывают или это так? Просто решили и все. Попробуем. Опять же, это же зависит от каждого человека индивидуально. Кто-то к этому подходит. Например, как наши герои, мы уже сегодня будем ссылаться на них. По воле судьбы они любили друг друга, но вот так им пришлось, и они в городе, и они студенты, и им пришлось начать жить вместе. Кто-то уезжает от родителей, это же исключительно уже бытовой фактор, который играется в каждой паре. Это, конечно же, все индивидуально. Вера Васильевна, хотим перейти к вам и дать слово вам. Все-таки какова статистика официальных браков на сегодня? Во-первых, спасибо, что пригласили. У нас команда управления ЗАГС города с удовольствием участвует в подобных шоу, ток-шоу, потому что вот такие актуальные темы, это важно, когда мы говорим на такие важные темы. Статистика браков у нас в Казани в общем положительная, и она говорит о том, что Казань вообще смело может называться городом всех влюбленных. И 12,5 тысяч браков в год у нас примерно каждый год регистрируется, то есть 25 тысяч казанцев вступают в брак. В официальный брак правда значительный процент потом разводится. и если говорить скажем о том, сколько было браков в 2000 году, то было 7 тысяч браков, то есть за 15 лет у нас в два раза количество браков почти в два раза увеличилось. Положительный момент, да, несмотря на то, что в обществе принят гражданский брак и очень много молодежи в общем пользуется этим. Но гражданский брак сейчас никак не осуждается в обществе и скажем уже никому нет дела до жизни каждого человека, каждый человек сам себе предоставлен, поэтому, конечно, молодые люди сами решают, что им делать, как им жить в зависимости от своего мировоззрения, отношения к друг другу, чувств, уже потом принимают решение создать семью или не создать семью. И мне кажется, что чем дольше молодежь живет вместе в так называемом гражданском браке, тем крепче потом семья, потому что уже огневоды будут пройдены, уже будет решение принято осознанное, и мне кажется, что это даже положительный момент, когда молодежь в гражданских браках живет. А если смотреть разводы, то есть сколько разводится у нас в Казани, вообще надо сказать, что Россия у нас находится в десятке лидеров по количеству разводов. Десятки лидеров вместе с другими странами, и в России расторгается каждый второй брак. Это огромная цифра, то есть где-то 55 процентов. 55 разводов на 100 браков. А вот в республике и в Казани у нас лучше статистика, у нас 37 разводов на 100 браков, и кроме того количество разводов сокращается каждый год. Вот скажем, по сравнению с прошлым годом, у нас на 7,5 процентов меньше развелось в этом году. Это лучше, это хорошо, да, но в то же время где-то 64-65 процентов семей разводятся, не просуществовав в 10 лет, а в первые 5 лет разводятся 38 процентов семей. То есть цифры большие, и лучше 100 раз подумать, прежде чем вступать, создавать семью, рожать детей. Поэтому правильно, ребята, пробуйте. Мне очень понравилось, как рассуждать Сергей, и в общем-то Лейсан, она как девушка с чувственным, с таким, с юмором, да, относится к своим взаимоотношениям, а Сергей все говорит, как необходимо мужчине, твердо, строго. И правильно, ребята, вы задавайте как можно больше друг другу вопросов, спрашивайте, что хочет Лейсан, что ей нравится в жизни, какие у нее приоритеты. Если вы решите соединить уже свои судьбы в одну семью, то нужно, конечно, это делать осознанно, а не спонтанно. Жасин, вот у меня такой вопрос. Если молодая семья, они все-таки приняли решение о том, что брак они хотят расторгнуть, предоставляют ли, например, органы ЗАГСа им некую услугу, ведь зачастую мы к своим говорим о том, что причиной развода чаще становятся какие-то бытовые вопросы, финансовые вопросы, психологические, на фоне бытовых каких-то конфликтов. И есть ли у нас какая-то служба, которая работает с такими семьями, которые решили развестись, проводится ли профилактика, чтобы не разрушалась семья? К сожалению, профилактика не проводится, но у нас в Казани есть служба примирения. И есть такое понятие медиация. Вот мы выступили с такой инициативой, и нас поддержал Центр доверия, который при Комитете по делам детей и молодежи в прошлом году разработали проект. Я была одним из разработчиков этого проекта. Проект мы назвали «Сохраним семью». И к нам обращаются те семьи, которые находятся уже в состоянии развода, в общем, в эмоциях, просто ненавидя друг другу, они приходят к нам в ЗАГС, а мы им предлагаем общение с психологом-медиатором. Причем настойчиво предлагаем, не каждая пара соглашается у нас участвовать в этом процессе. Но после того, когда ребята все-таки заходят к профессионалам, к нашим, то эффект есть. Они переоценивают сложившуюся семейную жизнь. Что делает медиатор? Он общается и вместе с парой, и отдельно с каждым из супругов. И находит болевые точки, и учит их разговаривать друг с другом, находить решение проблемы, находить решение конфликтов. И в принципе очень многие причины развода и материальные какие-то проблемы, и отсутствие жилья, и какие-то непонимания психологические друг друга. И вот медиатор просто он работает и как психолог, и как примиритель. И в принципе результаты говорят сами за себя. 113 пар пришли к примирению в нашем городе. Мы этим гордимся, и считаем, что проект эффективен, будем его продолжать, поэтому и на следующий год мы подали документы на грант. Хорошо. Мне очень интересно узнать мнение наших участников, нашей дискуссии сегодня. Я знаю, что есть, кто уже живут вместе с девушками, с парнями, поделитесь своим опытом. Да, но относительно недавно мы живем вместе с моей девушкой, сейчас идет всего третий месяц, и за это время действительно немного изменилось отношение друг к другу, как-то стали больше ценить, что ли. Но на самом деле, о чем уже говорили ребята, складывается такая тенденция, что периодически надо все-таки быть отдельно друг от друга 24 часа в сутки очень тяжело. То есть, допустим, у меня сейчас была защита курсовой, совершенно недавно я ее писал несколько дней, и эти несколько дней мы практически не виделись, и сейчас я осознаваю, что я действительно скучаю по человеку, хочу к ней и так далее. Александр, а как ты оценишь вообще ваши отношения в перспективе? В перспективе? Мне же здесь нет, мы можем поговорить по стату. Стоит говорить о том, что такое перспектива, ближайшая или вообще в дальнейшем. В ближайшие года два, ну, я не планирую идти в ЗАГС пока, а в дальнейшем вполне себе может быть. Почему нет? Если это мой действительно человек, если мне с ней хорошо, почему нет? А твоя девушка с кем-то до этого жила? Нет, нет, нет. А если бы жила, как бы ты к этому относился? На самом деле, интересный вопрос. Ну, не знаю. В общем-то, не сказать, что бы осуждал и так далее. Особой разницы я не вижу. А за что бы ты ее осуждал-то? А, вот это тоже интересный вопрос. Да. А тебе все расскажи. Давай, расскажи. За что бы ты мог ее осудить, если бы она с кем-то жила до тебя? Ну, как же? Как же? Где она была? Почему она не встретила меня раньше? Я вот такой красавчик, да, она с кем-то до меня жила. Не преувеличивай. Хорошо, еще у других, ребят, какой есть опыт вообще? И даже если нет опыта, как вы вообще относитесь к тому, чтобы жить вместе до свадьбы? Я думаю, прежде чем принять такое серьезное решение и зарегистрировать брак, нужно пожить вместе по-любому. Это стопроцентно, потому что зарегистрировать брак, не пожив вместе, это просто закрытыми глазами прыгнуть куда-то, непонятно куда. А сколько тебе нужно прожить? Как ты думаешь? Тут, опять же, зависит от того, какие вы люди. Если вы друг друга хорошо понимаете, чувствуете, то, я думаю, много там не понадобится, чтобы понять, что пора. У нас же родители, которые не прожили, не жили вместе и прекрасно живут. У нас в ЗАГСе отмечают свои семейные юбилеи люди, которые прожили вместе, семьи-долгожители 50-60 лет супружеской жизни. Они счастливы, у них много детей и очень много внуков, они приходят на праздники к нам в ЗАГС отмечать свою дату бракосочетания. Как же они? Почему нужно обязательно пожить, прежде чем создать семью и зарегистрировать брак? То есть, я так понимаю, вот эти семьи-долгожители, они сразу прыгнули? Конечно, наши родители и наши бабушки и дедушки, никто не жил вместе. Ну, Вера Васильевна, это же правда, это другое поколение. Я тоже думаю, что это другое поколение. Вот я, например, такой весь недоверчивый, я, наверное, лучше узнаю человека поближе, получше, пойму, что это за человек, а потом уже решусь. Вы с дедушкой своим общались? Почему он женился на бабушке? С папой общались? Спросите. Нет, не успел найти. Спросите. Очень много интересного узнаете. Можно. Ну, вот вернемся к вопросу по времени, сколько жить. Вот, смотри, ты говоришь то, что если они друг друга понимают, все, они могут раньше пойти в ЗАГС. Я тебя правильно понял, да? Да, то есть, ты почувствуешь, когда уже надо. Ты почувствовал, все, пошли, пришли, расписались, отлично, пришли домой. Слушай, я тебя что-то не чувствую, не понимаю. Вот, если такое, как ты думаешь? Все-таки стоило, наверное, побольше пожить или вообще не встречаться? Стоило подольше пожить. Ну, раз ты решился уже стопроцентно, то есть, ты уже понял человека, то есть, ты и в себе разобрался, и в человеке, то я думаю, ты либо тупанул, либо надо разводиться. Хочу предоставить слово нашей тоже гости, Маргарите. Вот, я знаю, что у тебя был опыт совместной жизни, и, к счастью, твоя совместная жизнь переросла в семью. Вот, расскажи нам, пожалуйста, о своем опыте. Да, я до официального брака жила три года в гражданском. Я считаю, что это неплохой опыт, потому что мы за три года друг друга, так скажем, русскую силу со всех сторон узнали, и уже осознанно подошли к моменту бракосочетания уже серьезно к этому подошли. В принципе, я считаю, что это хороший опыт в отношениях. У нас были и ссоры, и расставания, и уже, когда прошло три года, мы поняли, что мы уже не можем жить друг без друга, и решили пойти уже в ЗАГС уже спокойно. Это была его инициатива? Это была совместная инициатива, просто уже зашла речь о совместных деятях и уже совместном покупке квартиры, то есть уже какие-то серьезные большие планы, планы на будущее, если ты живешь в гражданском браке, какие могут быть вопросы о покупке квартиры совместной или еще о чем-то таком. То есть уже я считаю, что правильно, что люди пытаются жить вместе до брака, ну хотя бы какое-то время, ведь столько примеров, когда люди, по крайней мере, в наш сейчас период жизни женятся и через месяц уже разводятся, и такой плачевный опыт, мне кажется, не очень, кажется, захочется получить. А ты не считаешь, Маргарита, что вот женский, как бы для женщин гражданский брак это какая-то ошибка, потому что, ну вдруг раз попался плохой парень, два попался, третий, ну извини, сколько можно уже, да, я там настрадалась, намучилась, все, можно сказать, мной попользовались, вот как быть женщинам, все равно, для них это немножко другая история, я считаю. Ну да, согласна, для женщины, наверное, даже более как-то серьезный, наверное, вопрос, но это тоже, ведь это же жизнь, как ты вот, ты же не можешь увидеть, и на лбу же не будет у него написано, что это вот точно он, и он будет с тобой на всю жизнь навсегда. То есть, если честно, когда я встречалась с своим молодым человеком на тот момент, моим будущим мужем, я не думала, то, что мы с ним зарегистрируем брак, и я даже, не знаю, в мыслях об этом как-то у меня не было. Конечно, нас и родители осуждали, бабушка вообще говорила, что ты делаешь, как ты можешь вообще так жить? То есть, потому что они с дедушкой как раз-таки познакомились, и буквально там через несколько месяцев они зарегистрировали брак, это раньше было принято так, и вообще, о каких разводах не шло речи, чьейка общества не должна была рожиться, сейчас просто по-другому, и время другое, все смотрят по-другому, и отношения, может быть, плохо, то, что никто не пытается просто сохранить брак. Да, у нас тоже был такой период в отношениях, тоже мы думали о разводе, то есть, это, я не знаю, силу там нашего возраста, эмоции, темпераменты, то есть, не знаю, какие-то ссоры, и сразу, первое у нас на первых порах было, все, мы идем в ЗАГС разводиться, а потом садились, просто начинали выяснять, в чем же действительно проблема, проблем как таковой не было, просто это на эмоциях, и с того не стоило, то есть, годы просто в месяц куда прекраснее, и это не стоит просто. Очень многие пары потом даже доходят до развода, разводятся, а потом приходят опять жениться, и бывает, что и несколько раз в жизни такое происходит. Это хорошо, когда хэппи-эндом все заканчивается. Ну и слово вам хочется все-таки в конце тоже предоставить, ребят, какие у вас дальнейшие, может быть, планы, или что-то вот осознали за эту программу, другое что-то поменялось, там, в ЗАГС уже захотели идти, вот нас верма сильно как раз снизит. На самом деле, я, прежде всего, рад, что мы не вызываем у кого-то осуждение, действительно с нами согласны, нашу точку зрения не разделяют. Вообще, хотелось бы, наверное, завершить все это такой мыслью, что, да, действительно, брак, это должно быть очень важно и ответственное решение. Я думаю, что вот это должны молодые люди держать в голове, что брак это не просто штамп в паспорте, а это действительно очень серьезный шаг. Действительно, каждому свое, и как так у нас получилось, мы всех агитируем даже больше. Живите вместе, проверяйте свои отношения, надеюсь, нам за это никто ничего потом не скажет, но, тем не менее, действительно, каждый сам для себя выбирает жить ему вместе, не жить ему вместе, сохранять семью или все-таки пойти искать свою вторую половинку дальше. Действительно, просто слушайте свое сердце, общайтесь, идите на контакт друг к другу и всем счастливых отношений, все, что можно пожелать. Присоединяюсь к словам Виктории, вы смотрели ток-шоу «Твердый знак», моего ведущего, Роман Плинсков, Виктория Новикова. Большое спасибо, друзья, что пришли. Удачи, увидимся в следующих программах. Всем пока.